МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николаю Ивановичу 90 лет. На любимой гармошке теперь играет редко. Говорит, пальцы стали подводить. Зато память до сих пор бережно хранит обрывки детских воспоминаний. Большая семья, семеро детей жили в Смоленском районе. Раскулачили, приехали там. Это я толком не помню. Мамаряка знает, что на лошади погрузили. Но потом они заранее сказали, какие можно с собой взять, что можно с собой. А остальное дом, и скот все забрали. И дом изломали, и все уйдли. В Бийск приезли сюда сперва. Тут на барже пароход с крыльями был. А вот из Бийска погрузили на баржу. Там не одни же мы были, там много. И вот плыли туда на пароход с крыльями. Ты эту баржу везешь? И вот довезли туда, куда надо. И там выгружали, а там на лошади или как там возили. В тайгу непроходимое. Там никого, ни одного дома никого нет. В тайге жили в палатках, спали на нарах. Родители валили лес. От голода спасала все та же самая тайга. В 37-м кто-то наверху решил, Ждановы свои грехи перед властью отработали. Отправили обратно. Но до Алтая добраться оказалось непросто. Продуктов с собой не дали. По тайге шли пешком. Так было, да? Да всяко-то было. Говорили, что тебя хотели вообще бросить там, потому что есть нечего было. Он маленький самый был. И это мне уже рассказывала бабушка, его мама. И сестра его старшая еще, тоже она умерла, Ирина Ивановна. Вот они мне рассказывали, что был такой момент, что голодно, и с нечего. Ну, там потом вроде передумали. Питались ягодами, говорят. Потом была долгая трудовая жизнь. Ушел на пенсию в 89-м. Живет в доме, который когда-то построил сам, для жены и детей. Главное место в доме занимает коллекция баянов и гармонь. Еще по молодости увлекся ремонтом музыкальных инструментов. Время прошло, а увлечение осталось. А этот тоже баян иномарка. Не знаю, он чей марки. Этот вообще, мне, он два баяна привез, мужик, в ремонт. Я один сделал, а этот он у меня, этот я, гармошку, это вот уже был на пенсии сделал. Такой, знаете, любитель у нас поработать. У него мастерская есть там на улице с огорода, мастерская к дому пристроена. У него там все инструменты есть, даже станок был. Он точил вот это все, делал под цветочники. Сам все делал. Он работящий. Любит работать. Даже сейчас, вот ему 91 год уже, да, он все равно что-то делает, занимается чем-то. Несмотря на трудное голодное детство, Николай Иванович сохранил в себе главное – любовь к жизни. И сегодня делает зарядку, самостоятельно хозяйничает по дому, а еще сохранил увлечение оттуда, из детства. Руками ловил налимов, я молодой когда был. И сейчас вот, когда года три назад, наверное, под камнями. Ну, а так на удочку рыбачиваться. А какой самый большой налим-то был? Поймал-то, ловил, я ловил, знаю сколько. В войну, в конце пацанов еще было, в 45-м году поймал 30 штук за лето. Речка Коломанка, как семровка. А камни у них, камни такие, границные камни, везде баррикетки, большие всякие. И вот туда, где глубоко ныряешь, а он, когда жарко, он сонный. Под камнями. Пожарил, его не удержать нигде, только за голову можно. Когда головы дойдешь, он еще шевелится, так, прижмешь, все готово. Через месяц Николай Ивановичу исполнится 91. Он полон энергии, чем очень радует близких. Единственное, о чем стараются не думать, так это о том, что бы стало, если бы тогда пятилетнего мальчишку лишний род все-таки оставили бы в тайге. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Будни.